Приветствую, друзья! Я Виталий Портник. Американский миллиардер Илон Маск ответил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, который пригрозил, что Маску придется отвечать по-взрослому за помощь Украине в ее войне против российской агрессии. Как известно, Илон Маск поставляет в Украину Старлинг, который в том числе оказался в распоряжении защитников Мариуполя и помог миру составить еще более адекватную картину российского варварства во время уничтожения этого города и беспрерывных бомбежек героического комбината Азовсталь. Илон Маск отметил, что если он умрет при таинственных обстоятельствах, было приятно с вами познакомиться. Напоминание о том, как российские государственные деятели, если вообще можно этих людей назвать государственными деятелями, расправляются со своими оппонентами. Отнюдь не путем дискуссии и твитов, а путем отправки к нежелательным персонажам людей с новичком в кармане. Ведь участие агентов российских спецслужб в отравлении людей, живущих в западных странах, стало уже притчей его языцах и позволяет характеризовать современную Российскую Федерацию как террористическое государство. Причем этим террористическим государством Россия стала задолго до нападения на Украину 24 февраля 2022 года. Поражает, конечно, сам факт, что Маск должен полевизировать каким-то там Рогозин. Давайте просто сравним фигуру. Маск – крупнейший американский предприниматель и мечтатель. Человек, чьи технологические идеи изменили мир последних десятилетий. Конечно, как и любой предприниматель, он рисковал, делал ошибки, мог быть очень далеким от понимания политической реальности в Соединенных Штатах. Это совершенно естественно для любого представителя большого бизнеса и для любого человека, который обогащает своими идеями человечества. А кто такой Дмитрий Рогозин? Пузырь на ножках. Человек, который возглавляет российскую космическую отрасль, вовсе не потому, что он разбирается в космосе, а потому, что его на эту должность назначил президент Российской Федерации Владимир Путин. А почему президент Российской Федерации назначил руководить Росконспосом врусника факультета журналистики Московского университета, который вряд ли разбирается в ракетах и в космических технологиях? А потому, что Дмитрий Рогозин – записной российский шовинист. Роль главного российского шовиниста он согласился играть еще тогда, когда эта роль была крайне непопулярной на российской политической сцене, когда носитель шовинистической идеологии казался маргиналом, которому нет места в приличном обществе. И тогда многие действительно старались не подавать руки Дмитрию Рогозину, игравшего роль правого оппозиционера в ельцинской демократической России и постоянно напевинавшему о том, как ущемлен несчастный русский народ и какие трагедии начались после развала Советского Союза. Однако с годами оказалось, что это именно что роль. Что точно так же, как Рогозин думают практически все представители российской политической элиты, по крайней мере современной. И что Рогозин в роли вождя национал-патриотических сил уже никому не нужен. Потому что этим вождем русского шовинизма стал сам Владимир Путин, у которого куда больше возможностей, чем у главы какого-то там конгресса русских общин. Мало кто помнит, что политическая карьера Рогозина начиналась именно с этой организации, тесно связанной с российскими спецслужбами, выдвигать идеи и реализовать их. Там, где Рогозин выступал с манифестами, Путин использует баллистические ракеты. Там, где Рогозин написал статьи, Путин направляет танки. Там, где Рогозин угрожал и обещал отомстить, Путин посылает орды своих варваров, которые убивают, грабят, мародерствуют, насилуют. Ну, собственно, делают то, о чем нынешний глава Роскосмоса в годы своей молодости мог только мечтать. Ну, и как это обычно бывает с профессиональными шовинистами, ничего кроме лозунгов о национальном величии Рогозин не может производить. Так это обычно бывает. Это как раз та самая история в случае с русским шовинизмом, который писали еще и классики русской литературы, называя такие взгляды последним прибежищем негодяй. Ну, и тогда утешительным призом для Дмитрия Рогозина стала должность гравы Роскосмоса. Такое впечатление, что Путину космос не жалко, потому что он-то в космос явно в ближайшее время не собирается. Хотя было бы хорошо, если бы его посадили в какую-нибудь космическую ракету и отправили бы вращаться вокруг Земли. Было бы гораздо больше толку, чем от его пребывания в каком-нибудь бункере. И, кстати говоря, на космической орбите Владимир Путин мог бы быть гораздо больше защищен от различных там эпидемий и опасностей, чем за своим длинным белым столом, за которым он принимает иностранных визитеров. Но, кстати, Путин может опасаться, что его отправят в космос. И как раз для того, чтобы этого не произошло, держат на посту главы Роскосмоса верного человека. И вот с таким человеком должен полемизировать Илон Маск. И вот такой человек угрожает Маску, можно сказать, от имени всего российского государства. И не случайно мать Маска написала в ответе на это и его твит, что ей совершенно не смешно. Не смешно, потому что она, вероятно, совершенно трезво оценивает то, на что могут решиться русские, если они захотят кого-то уничтожить. И что их решимость будет не ограничиваться исключительно письменными угрозами Рогозина. И что на языке питерской шпаны, на которую хочет быть похож приличный московский мальчик Дима Рогозин, разобраться по-взрослому, это и означает нюхнуть новичка. Так что, конечно, на месте матери Илона Маска я всерьез опасался бы за безопасность своего сына и радовался бы, что его состояние, по крайней мере, может позволить ему обеспечить собственную безопасность от стремления различных там Рогозиных в штатском рассчитаться с миллиардером за его гражданскую позицию по отношению к войне, которую Россия развязала против Украины. Но, а у многих других людей, против которой российские спецслужбы разворачивались по всей спецоперации, как известно, таких возможностей не было. И мы могли воочию наблюдать и в Лондоне, и в Солсбери, и на оружейных складах Чехии, и в Болгарии, как действуют люди, которые, осуществляют угрозы таких, как Рогози. Так что Илон Маск вполне разумно предупреждает о том, что его таинственная смерть может быть результатом не просто пожеланий его доброжелателей из российской столицы, а их активных действий против каждого, кто мешает им добиться победы зла, от которой они, насколько я понимаю, и понимают победу российской криминальной системы над цивилизованным миром. Спасибо, друзья! Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты, пользуйтесь функцией спонсорства на самом YouTube. Мира вам!